Он меня уже так пинал. Ну, тут... Да вы заменой руям. Нет. Мы стараемся быть нервными, когда стреляют, у нас тут трясется все. Мы пришли сюда, моему сыночку было три месяца. Вот я с тремя детьми. Здесь условия не сильные для детей. Не учеба, никакого развития, питание небольшое. И у детей уже зубы портятся, начал. Витамина Д не хватает, солнца не хватает. Я как пришла, с мамой сюда... Я до этого сидела в другом бункере, но в него 2 марта попал снаряд. А так я тут 25 марта. Февраля. Ау, февраля. Сначала было много всего, было еды. Нам говорили, что запасы вообще на год. Потом оказалось, что на месяц. Ну, теперь вот непонятно. Ну, благодаря военным у нас есть еще есть место. Потому что, если бы на военном, я не знаю, как бы мы взагалі с этим справлялись. Детине даже надали сунешь. Ага. Амперсы. Амперсы, да. Да, это я. Мы не сунем еду в магазин. Играемся, игрушками нам тут приносят из цехов. Телефоны, да. Ага. Ну, вот, сделаем всякие построить его. Придумываем что-то. Ага. Хотели бы выбраться на кинесту? Да. Да. Мы очень хочем. А что хочется сделать, когда выйти наконец-то в безопасность? А, ну, мы тут уже список едино писали. Хочется узнать, что с бабушкой и сестрой все хорошо, что они живы. Поехать к ней. Слушайте, она живет в Киеве, в Украине. Мы хотим только выхлопиться. Ага. Мы лишились дома. Мы лишились средств, что существовали. Мы хотим жить нормально, спокойно. Мы хотим выйти отсюда. Очень много деток. Они полуголодные. Лишили нас всего. Ну, хоть жизни дайте нам. Хоть дайте нам еще пожить чуть-чуть. Пусть-то мы уже в возрасте. Но наши дети. Хочется, чтобы они росли. Чтобы они остались живы. Вот все, что сделайте, делайте. Остановите это все. Делайте, вывезите нас отсюда. Мы просим. Плакать. Уже выплакали все. Уже нет сил плакать. Мы сидим. У меня недавно был день народжения. И мне мамуся и татуся пообещали, когда мы выйдем, купить красивый подарок. Меньше совсем плачет. Он спит и дергается. Старшие тоже. Уже у них депрессия начинается. Скучают за мирной жизнью. В последнее время очень страшно. Даже страшно подняться просто в уборную. Мы вместе с мужем и скотом с 5 марта, после того, как было два попадания осколков в нашу квартиру, прибежали, попались сюда. Постоянный стресс, постоянные обстрелы. Еды остается очень мало. Нам нужен зеленый коридор. Если наше правительство договорится с международными организациями, чтобы под ООН, под ОБСЕ, здесь организовали международный коридор, чтобы нас отсюда вывести. Потому что здесь, скажем так, лично мне уже нет смысла оставаться. Здесь у меня ничего уже больше не осталось. Вообще ничего не осталось. Вот все, что на мне, вот это все, что есть в уме. Мне надо отсюда вывозить детей. Потому что мне надо, чтобы мои дети учились, развивались. И у них была мирная жизнь, а не вот война. И за зеленый коридор, да, чтобы и сопровождение было, и точная уверенность в том, что я доеду. Меня нигде не расстреляют, меня нигде не тронут. Хочу, чтобы все, кто увидел это видео, чтобы они помогли нам сделать этот зеленый коридор, чтобы мы вышли зелиться. Безпечно. Безпечно. Все живы. И мирные люди, и военные, все. И все, кто причетный к этой войне, кто пришел к нам с войной. И я очень желаю, чтобы они всю эту боль, чтобы они все это слышали на себе. Чтобы их дети все это слышали.